Уважаемые любители футбола, сегодня состоится главный матч сезона, который мы так долго ждали. Финал Лиги Чемпионов. Заканчивать потрясающий европейский клубный сезон будут Тоттенхэм и Ливерпуль. Голос футбола собрал самые интересные высказывания участников финала. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Тоттенхэм может воспользоваться исторической возможностью завоевать свой первый Еврокубок в 21 веке. Команда Маурисио Почеттино, несмотря на огромные кадровые проблемы, добралась до финала, совершив эпичный камбэк против Аякса. Ливерпуль — команда с богатым прошлым и большим опытом в Европе. Чего только стоит разгром Барселоны в ответном матче 1-2. Юрген Клоп и его подопечные очень хотят выиграть трофеи, которые в прошлом году обидно проиграли. Команда у немецкого специалиста действительно особенная. А что думают о финале Лиги Чемпионов прославленные тренеры и бывшие футболисты? Гарри Рэднапп. Есть предчувствие, что на трофее будет выбито имя Тоттенхэма. В плей-офф несколько раз было ощущение, что они вылетят, но голы на последних минутах спасали. Чего только стоит выездной матч против Манчестер Сити, когда в игру вмешался Вар. У меня складывается впечатление, что в этом году на трофее будет написано Тоттенхэм. Я большой фанат и той, и другой команд. Но что-то внутри меня говорит, что это будет год шпор. Стивен Джерард. Два финала за два года. Невероятное достижение. До прихода Юргена команда не выходила в финал Еврокубка с 2007 года. Он поставил Ливерпуль в один ряд с лучшими клубами мира. Реалом, Барселоной и другими. Трудно предсказать исход игры. Но если обе команды сыграют на абсолютном максимуме возможностей, то Ливерпуль будет иметь небольшое преимущество. Экс-форвард сборной Бразилии Роналда сделал прогноз на финальный матч Лиги Чемпионов Тоттенхэм-Ливерпуль. Легендарный футболист прогнозировал итог противостояния. По его мнению, Кубок Лиги Чемпионов сезона 2018-19 выиграет команда Юргена Клопа. Роналда предсказал счет. 3-1 в пользу Ливерпуля. Соответствующее фото появилось в официальном инстаграме турнира. Роберто Карлос. Хотел бы, чтобы Реал вышел в финал. Но, к сожалению, это не так. Надеюсь, это случится через год. В нынешнем финале не вижу явного фаворита. Ливерпуль и Тоттенхэм заслуженно сыграют в финале. Трудно сказать, кто победит. Но, думаю, у Ливерпуля будет маленькое преимущество, потому что они уже играли в финале год назад. Так или иначе, это будет великолепный матч. Жозе Мауринью. Я буду очень рад за одного из своих коллег и очень опечален за другого. Мне нравится как Клоп, так и Почетина. Думаю, они оба заслужили добиться большего в своей карьере. Буду счастлив, если Юрген или Маурисио выиграют Лигу Чемпионов. Но мне очень тяжело представить, что кому-то из них придется проиграть. Если Юрген победит, это будет для него невероятное достижение. Но если Клоп не выиграет, знаете, проиграть три финала Лиги Чемпионов, это должно быть очень-очень неприятно. Ван Дейк. Конечно, мы хотели выиграть Премьер Лигу, но этого не случилось. У нас впереди большой финал, и мы будем из кожи вон лезть, чтобы выиграть. Надеюсь, это позволит получить ужасный кубок. Это великолепное шоу. Когда ты на поле, все в мире следят за тобой, и это просто фантастика. Ты хочешь бороться за каждый метр со своей командой. А вот Пеп Гвардиола считает, что взять Требл в Англии сложнее, чем выиграть Лигу Чемпионов. Я люблю Лигу Чемпионов, но добиться Требла в Англии сложнее, чем выиграть Лигу Чемпионов. Мы первые, кто смог взять Требл в Англии. Главный весельчак Юрген Клоп в своем стиле прокомментировал слова Гвардиолы. Пеп должен говорить, что победа в АПЛ важнее, чем в Лиге Чемпионов, поскольку он давно не был в финале турнира. А если серьезно, он отличный наставник и заслуживает всяческих похвал, которые получает. Мы пытались выиграть АПЛ в этом сезоне, но Сити был лучшей командой. Однако есть еще одно соревнование, в котором мы участвуем. Подытожил немец. Друзья, а выиграет ли Тоттенхэм свою первую Лигу Чемпионов? Или же Ливерпуль пополнит свою коллекцию первым трофеем с 2005 года и того легендарного финала? Ждать осталось совсем немного. А за кого вы будете болеть? Пишите в комментариях. Как всегда, заранее спасибо. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.